Что касается нищенка, вот его упрекают, ай-яй-яй, уехал. Правильно сделал, он что, больной что ли здесь сидеть в СИЗО вместо того, чтобы кататься на лошадях в Испании. Вон, говорила я Ефремову, вали отсюда, из тебя сделают козла отпущения. Читаю в интернете, что якобы он там сидит шикарно, чуть ли там не в кабинете или не в квартире у начальника Старобельского СИЗО. А у меня в Старобельском СИЗО сидит клиент, звонит мне, говорит, слушай, ты не представляешь, как там гнобят Ефремова. Я говорю, а что с ним? Говорит, прикинь, сидит в запечатанной хате. Что такое запечатанная хата? Это хата, когда он туда входит-выходит, печать, два сотрудника СИЗО из разных департаментов, по одному даже не могут его открыть, только двое, то есть у одного ключа другого печать, никаких телефонов, никакого общения. То есть там, по-моему, к нему даже никто не приезжает, говорит, на прогулке он один, какой-то угнетенный, в депрессняке, в коридоре сидит макака в балаклаве, то есть чтобы ему даже в кормушку никто ничего не передал. То есть Ефремова реально загнобили в Старобельском СИЗО? То есть у меня убийцы так не сидят в запечатанной камере одиночки? Понятное дело, я думаю, Нищенко сидел бы примерно так же, если бы не свалил. Поэтому правильно сделал, что свалил. Я надеюсь, у него качественная компра, и он нас порадует еще массой охуительных историй. И она вообще подонки, предали его как собаку. Я, честно говоря, в шоке. Я не знаю, что себе думает его сын, зная, что отец в таком состоянии, в таком положении. Я, честно говоря, не ожидала. Я как-то воспринимала это все. Ну, прочитала, что сидит хорошо, думаю, мало ли. И тут я же говорю, у меня звонит буквально на днях мой клиент. Вот, и рассказывает. Ну, он чисто вот просто, говорит, видел на прогулке Ефремова. Какой-то с ним вообще пипец. Ну, я и поинтересовалась, я говорю, я слыхала, он там сидит, там, как это самое, как корольное меню. Он говорит, о чем ты? В запечатанной хате, вообще пипец. Регионалы-то, гляди-ка, сволочи какие. Вот так вот его кинули. Так, а почему только Ефремов? Я не знаю, возможно, от него что-то хотят, может, личная месть. Откуда я знаю, что там у Пети в голове? Я же не знаю, какие у них отношения. Может, с Юрой у него какие-то терки, с Луценко. Ну, реально, с ним повели себя просто очень позорно, то есть, его как собаку там гнобят. Самое прикольное, что я его видела в Печерском суде, и я ему сказала, ну, все знают, что я, скажем, прямо особой любви к Ефремову не испытываю. Я всегда считала, что он рабовладелец и один из главных виновников этого бордельера, который произошел в стране. Но я ему сказала, Саша, вали отсюда, из тебя сделают козла отпущения. Не послушался. Если только речь идет о каких-то мовных законопроектах, понятно, этим хотят прикрыть или дерибан, или войнушку, или какой-то отжим, или еще какой-то ужасный кипиш. Думаю, что здесь как обычно. Дело в том, что среди матьных очень много русскоязычных. И они очень неадекватно тоже восприняли это все законодательные инициативы. Они не понимают, почему их должны дискриминировать. Ну, я, конечно, с них смеюсь. А вы что, не за это по Майдану-то прыгали в ка**-то своих? Вот за что прыгали, то и напрыгали. То есть, любой раскол общества выгоден тем, кто раскалывает. Потому что пока общество ссорится по мобному признаку, можно невозбранно грабить. Это же прекрасно. Они безгранично разные. Сефарды с ашкеназами, советские люди, какие-то там еще, европейцы и ничего. Украинцы столь же разные. Но вот пытается вся эта галецкая шея навязать только свою точку зрения всем остальным. Хотя они в явном меньшинстве. Да молитесь вы своему Бандере хоть сутки напролет. Да х**йте вы на своих фашистов из-за УНОС, что, сколько хотите. Только не запрещайте другим людям, таким же украинцам, как вы, только очень на вас не похожи, вшановывать и своих героев. Какое ваше собачье дело, какие памятники ставят в других областных центрах? Земля на небесную ось не налетит. Абсолютно ничего не случится. Народ как доили, так и будут доить. Причем абсолютно те самые персонажи, которые их и донят, и до 1 июля. Потому что данный закон был совершенно не подготовлен, о чем я говорила с самого начала. И разумеется, несмотря на то, что был дан целый год переходного периода, люди так до сих пор и не в курсе, о чем этот закон. Большинство населения по-прежнему не в курсе, что им принадлежат их дома. Если вы выйдете на улицу и проведете опрос, то вам львиная доля населения городского расскажет, что их дома принадлежат ЖЭКам, мэрии или государству. Но ни в коем случае не им самим. Никто не вел никакую разъяснительную кампанию, не было никаких вообще даже попыток. Ну, разве что в Киеве слегка этим занимался зам Кличко Пантелеев. Это очень странно, но первый раз мы имеем чиновника, который действительно соображает матчасти и хоть что-то пытался делать, я вообще расцениваю это как чудо. Во всех остальных городах, наоборот, шло и идет жесточайшее противодействие как попыткам информировать население, так и жалким попыткам людей хоть каким-то образом взять свои дома в свои руки. Хуже всех в этом отношении два подонка и негодяя, это Кернес и Садовой. То есть, если где-то что-то и случится с 1 июля, то это как раз-таки во Львове и в Харькове. Почему? Потому что там коммунальная мафия давно чувствует себя прекрасно и очень системно. И у них как раз-таки все готово к тому, чтобы поназначать домам рабовладельцев. В Киеве ситуация иная. Как мы знаем, наш замечательный мэр и его команда в основном занимаются совсем другим бизнесом. У них больше там застройки незаконные и все такое прочее. В коммунальной мафии они сильно не вникают. И поэтому в Киеве ситуация очень сильно отличается от других крупных городов и тем более от городов мелких, где действительно все схвачено. И в Киеве городские власти заявили, что они не собираются проводить конкурсы. Насколько я помню, так оно и есть. Вряд ли что-то изменилось с тех пор, как мне об этом говорили. Потому что подзаконки нету, подзаконку никто не разработал. Каким образом проводить эти конкурсы Киев сказал, что не знает. Но, повторяю, это совершенно не мешает коммунальной мафии в мелких городишках и даже в таких крупных, как прежде всего Львов и Харьков, уже давно провести все эти конкурсы. И с 1 июля народ получит в этих городах, ну и в Днепре тоже, и во всех мелких городах своих рабовладельцев. То есть смысл закона прост, как грабли. Или вы создаете ОСББ, или с 1 июля вам будет по непонятной процедуре, потому что, повторюсь, как Киев заявил, такой процедуры нету официально утвержденной, вам будет назначен официальный рабовладелец, сдыхаться от которого вы, скорее всего, не сможете. Потому что, если сейчас ситуация все-таки с правовой точки зрения крайне неопределенная, то есть сейчас ситуация какова? Требуется консенсусное решение всех сособственников дома для того, чтобы выбрать, кто будет этот дом доить и насиловать. И если такого решения нету, то ЖЭК считается работающим без каких-либо правовых оснований в данном доме, то с 1 июля рабовладельцы получат официальный статус. Там, где местная власть поведет на отсутствие установленных процедур и все-таки проведет эти конкурсы и призначит у правителей. Поэтому ситуация по стране неоднородная. Но в целом и общем для народа ничего абсолютно не изменится. Им как кидали в ящик платежку, в которой какая-то неведомая цифирь, взявшаяся непонятно с какого потолка, так и будут кидать. Максимум, что может измениться, это вместо ЖЭК номер такой-то будет стоять контора рога и копыта, название такое-то. Поменяются счета и все. Больше для людей не изменится абсолютно ничего. У народа есть почему-то такая вот странная идея, что если не создать до 1 июля в СББ, то все-все пропало. Гипс снимают, клиент уезжает. Совершенно не так. Можете создавать, пытаться и дальше творите, выдумывайте, пробуйте. Единственное, что если ваш дом кому-то коммерчески интересен, то скорее всего вам этот дом никто не отдаст, за исключением случаев, когда вы просто тупо физически выкинете этих мафиози из своего дома, наняв более крутую охрану, чем есть у мафиози, которые вас доят. Что касается нашего народа, проблематика примерно такая. Люди даже не могут определить круг своих сособственников. То есть вот они не могут составить шахматку. Квартира 1, собственники там Иванов, Петров. Квартира 2, собственник фирма такая-то и так далее и тому подобное. И если в Киеве городские власти идут навстречу, всеми силами помогают истребовать эту информацию из БТИ, потому что реестр, там коричелева пустота. Там регистрации только тех объектов, по которым происходили имущественная транзакция. То есть или их покупали, продавали, или там кто-то что-то наследовал, или там какие-нибудь мины, или что-нибудь еще. То есть если менялся собственник в течение этих двух стопейками лет. Вся остальная информация лежит в бумажном виде, более всего именно в бумажном, в БТИ. Попробуйте.